Всем привет! Доброе утро! Сегодня я буду готовить такое весеннее блюдо окрошку. Окрошка такая в мужском стиле, потому что я все это порежу, а муж соберет на свой вкус, как это ему нравится. Для окрошки нам понадобится отварной картофель, яйца, огурцы, укроп, лук зеленый, колбаса, минеральная вода, майонез, кефир однопроцентный, соль. В мужском стиле это значит, мне муж научил резать яйца. Берется яйцо, вилка и вот таким образом все это измельчается. Возможно это, когда применяется мужская сила, это быстрее. Ну, сделаю так уже, как делает это муж. Значит, я начала рассказ с того, что изначально окрошка это весеннее блюдо. Вот расскажу о своих впечатлениях первых об окрошке. Значит, я родилась в селе Черниевской области. И первая окрошка была связана с таким событием в деревне, в селе, как посадка картошки весной. Для того, чтобы посадить картошку, приглашали людей. Брали лошадь в деревне, в колхозе, нанимали людей. Ну, в основном, не нанимали, а приглашали. Потом садили, например, у нас эту картошку. Там на какой-то определенный день мы все шли помогать этим людям. Ну, и хозяйка, заранее зная, что ей нужно будет накормить большое количество людей, она заранее продумывала стол, чем будет накрывать. И вот речь идет сейчас об окрошке. В старые советские времена, конечно, такого набора продуктов, как сейчас в магазинах, не было. В деревне, конечно, были яйца. Можно было купить баночку майонеза стеклянную, такой, как вы помните, съездить в район. Колбасы тоже можно было заказать в городе Чернигове, докторской. И это по праздникам была только такая колбаса в селе. Лук зеленый выращивали перья на окнах, когда ставили луковицы в воду. И они пускали зеленые перья. Укроп не использовали, потому что на тот момент он еще не вырастал. И для того, чтобы пахло огурцом, у некоторых на огороде росло такое растение, как огуречник. Это какие-то такие листья, но они не на одуванство, на подорожник похожи, вот я как помню. Но только они такие шершавые. И если их потереть, они пахли огурцом. Дальше использовалась, у нас это называлось сыроводка. Сыроводка это такое, это когда кефир, кисляк, кисло-молоко оттопили в печке. И получалось такой кисляк, свернувшийся, молоко свернувшееся. И желтая вот эта сыворотка, сыроводка у нас говорили. Она такая была очень ярко окрашенная в желтый цвет. И вот такая была окрошка. И мое впечатление об окрошке, мне это не нравилось в детстве. Потому что я не любила такую еду. Это кислое какое-то. Но как для взрослых людей, я сейчас понимаю, это, конечно, вкусно. И это первый такой весенний салат. Потом, со временем, когда все-таки уже появилось побольше продуктов, более все доступно стало, появились огурцы. Конечно, стали делать окрошку с огурцами. Ну и все равно, как бы в моем классическом понимании, окрошка делалась на сыроводке или на сыворотке. И это вот мой такой вкус, первоначальный вкус окрошки. А потом, когда я много раз переезжала куда, в разных регионах, делают окрошку по-своему. Это кто-то делает ее на квасе, который на Донбассе очень часто делали на... И даже продавали на рынке квас из хмель или дрожжи такие специально для кваса. На основе этого кваса делали окрошку. Плюс смогли делать окрошку на минеральной воде. Сейчас еще продается вот здесь уже, в Новосибирской области, окрошечный квас. Кас, но если честно, мне это не нравится. Вот я не могу полюбить, не мой это вкус. Муж мой делает совсем по-другому. Так у нас получается дома насыщенная такая окрошка, вкусная-вкусная. Она немножко отличается от салата оливье. Так, видите, да, получилось. Вот яйца такие. Займусь огурцами. На Донбассе очень любят окрошку, потому что это очень такое знойное жаркое место. И окрошка легкое, освежающее такое блюдо. Летом, особенно когда жарко, люди не любят есть такую жирную еду, калорийную я имею в виду. И поэтому очень часто готовят окрошку. Тем более, очень рано начинается сезон огурцов и всей возможной зелени. На Донбассе очень хорошо растут овощи, фрукты. Там любят очень окрошку. Делают окрошку также на минеральной воде. Вот я такую окрошку не делаю. Вот я спрашивала мужа, почему делает на минеральной воде вкусное лето. Он сказал, что на минеральной воде делают окрошку только вот непосредственно сразу, перед тем, как ее есть. Потому что все эти газики, резкость эта вся пропадает, если окрошка постоит. И поэтому я задумалась над этим вопросом по поводу сыроводки, или сыроводки, как говорят на Украине. Сыроводка – это такой кислячок. И такой он немножко, конечно, резкий, газированный такой. И это, конечно, да, вот такой специфический вкус придает. Особенно если сыворотка домашняя. Это такое тоже освежающее блюдо. Особенно, мне кажется, на похмелье хорошо людям. А сезон посадки огородов всегда был связан с тем, что сделал дело. Гуляй смело. Люди всегда замачивали, что греха таить. Все это выпивали. И когда опять завтра шли кому-то садить огород, окрошка как раз была кстати. Для тех, кто не любит все-таки, чтобы не нравится кому-то вид окрошки, да, и чтобы человек был не ущемлен за столом, да, кто-то все едят окрошку этот весенний, скажем, салат, да, а остальные, кто не любит окрошку, не любит, чтобы все это было смешанное, внешний вид кому-то не нравится. Для тех, все, что без сыворотки, без сыворотки, без заливки, делают в стиле салата оливье, добавляют просто майонез или сметану и не заливают, то есть они не заливают раствором этим. И тогда получается салат такой тоже весенний с огурцами, зеленью, как оливье, только такой весенний. Порезала все составляющие, яйца, картошка, колбаса, огурцы, зелень. Приступим к смешиванию. Кастрюлю мы взяли большую. Почему я пригласила мужа все сделать себе окрошку, потому что я не понимаю, какой должна быть консистенция, когда будем добавлять кефир. Я этого не чувствую. Наверное, много получилось, да? Надо отложить немножко. Отложить нужно даже с точки зрения того, что не все могут усваивать молочные продукты, а эта окрошка будет с кефиром, поэтому будет салат весенний с майонезом. Вот я смотрю, литр кефира 1%. Второй литр. Было бы, конечно, хорошо, если бы была сыворотка, но мы не смогли найти ее у нас в магазине. Так, теперь я показываю, какой густоты должна быть, по мнению мужа, окрошка на его вкус. Майонез. Ты весь майонез добавляешь? А ты сюда не будешь? А, половину. Конечно, все эти продукты, все эти запахи придают такое весеннее настроение. То есть, пришла настоящая весна. Это как мандарины придают праздничность Новому году, так и окрошка придаёт весеннее настроение. Густое, по-твоему, или достаточно нормальное? Какое? Нормальное. Нормальное. Это мужская окрошка. То есть, вот консистенция мужской окрошки. Ну что, есть резкость. Я говорю, выключай, конечно, мне это. Сыворотки нет, кислоты нет. Сыворотки нет, кислоты нет. Что надо делать? Чего мне надо делать? Так. Для того, чтобы блюдо было ещё вкуснее, его нужно поставить в холодильник настояться. Сюда мы добавили в этот салат майонез. Ну, а на улице, видите, весна. Ну вот, окрошка и готова. В классическом варианте, это, конечно, вместо воды используется сыворотка. Придаёт больше резкости и вкуса ещё более насыщенного. Если кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!